Почти 7 тысяч обзорных и обзорно-поворотных видеокамер. Цифровые глаза наблюдают за многими значимыми объектами Ульяновской области. Система видеонаблюдения развернута в регионе для реализации программного комплекса «Безопасный город». Ежедневный мониторинг местности осуществляют 14 специально обученных операторов. Видеонаблюдение ведется за социальными объектами, перекрестками и центральными улицами, а также общественными местами. У нас есть такая возможность. Оператор может выбрать любой интересующий объект. Например, мы выберем городскую поликлинику номер 2. Оператор выбирает интересующую камеру и просматривает камеру в режиме реального времени. Также есть возможность просматривать камеру в режиме высокой четкости. Вся система построена по принципу единого информационного пространства и обладает возможностью хранить в течение месяца архив. Этими материалами охотно пользуются в своей работе, например, правоохранительные органы. Только за 2018 год в единый центр видеонаблюдения от силовых структур поступило 356 запросов. В соседнем кабинете от службы видеонаблюдения располагается центр обработки вызовов системы 112, созданный в регионе в конце 2017 года. За это время сюда только от жителей Ульяновска поступило свыше 300 тысяч обращений. С января этого года служба заработала в новом режиме. Теперь диспетчеры обслуживают не только областной центр, но и весь регион. Любой позвонивший по номеру 112, находящийся в любой точке Ульяновской области, попадает именно сюда, в центр обработки вызовов. И отсюда оператор самостоятельно принимает решение, какие службы назначить для оказания помощи населению Ульяновской области. Это принцип одного окна. Главное правило центра – мгновенная реакция. Решить, какие службы спасения нужно отправить на место ЧП, специалист колл-центра должен в течение одной минуты. В службе 112 трудятся в четыре смены, в каждой из них по девять человек. Некоторые диспетчеры должны знать по два языка. Это не английский, а, например, татарский или чувашский. Регион там многонациональный. Пришла сюда, потому что хотела помогать людям, потому что 112 нам действительно помогает людям. Звонки все проходят через программу, через наушники мы все это прослушаем, все звонки у нас прописываются. 4 февраля центр обработки вызовов и видеонаблюдения посетил Сергей Морозов. Главу региона интересовали условия труда специалистов и само техническое оснащение. По итогу губернатор дал поручение – еженедельное составление так называемых историй успеха служб. Наиболее яркий момент, который ваша служба так вот отмечает с точки зрения положительного влияния на обстановку в Ульяновской области. Они многим успевают помогать, достаточно быстро помогают реагировать, поэтому такие факты должны быть достоянием общественности. Отметим, что звонок на номер 112 бесплатный. Дозвониться до службы можно при нулевом балансе, при заблокированной сим-карте и даже при ее отсутствии. Наталья Улова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.